Иван да Мария На самое зеленое дно, под коряки подводные, под водоросли глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи, уходят они из вод озерных, и хранятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Мария, в избенке на берегу озера. Озеро тихо, а слава о нем дурная. Водяной шалит, встанет над озером месяц, начнет булькать да ухать в камышиных заводях, захлюпает по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак, тиной обмотру. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии. Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты не ногой. Песни не пой над озерной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят. Слушаю, братец, говорит Мария. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марии одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела. Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой. В глыбка озера взглянул, в темных водах утонул. Вдруг стукнула в ставню. Кто тут? Выйдь к нам, выйдь к нам, говорят за ставней тонкие голоса. Выбежала Мария и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Сплеснула Мария ладошами. Куда тут? Обступили ее мавки, венок надели. К нам, к нам, в хоровод. Ты краше всех, будь наша царица. Взяли Марию за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя, раздутая голова в колпаке. — Здравствуй, Мария! — захрипел водяной. — Давно я тебя поджидал. И потянулся к ней лапами. Поздним утром пришел Иван. Туда-сюда нет сестрицы. И видит, на берегу пошмаки ее лежат, и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Настала купальская неделя. Уйду, думает Иван, к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю. Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти, пошел к чужим людям. Шел, шел, видит. Стоит голая липка, с которой он лыки драл. — Ишь ты, назад завернул, — подумал Иван. И пошел в другую сторону. Кружил по лесу. И опять видит голую липку. На вождении испугался Иван. Побежал рысью. А лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором. И хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом. — Не руби меня, милый братец. У Ивана и топор вывалился. Сестрица, ты ли? Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я тревянец. А с весны опять русалкой буду. Когда ты с меня лыки драл. Наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти. Можно. Найти нужно полынь траву на зыбком месте. И мне в лицо бросить. И только сказала. Подхватили сами лапти. Понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит. Летят лапти над землей. Поднимаются. И вверх. В черную тучу мчится Иван. Не упасть бы. Подумал и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по туче. Ни густа кругом. Ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами. И выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток. Красная шапочка. Зачем сюда пришел? Заревел мужичок. Как бык. Откуда голос взялся? Я за полынь травою поклонился Иван. Дам тебе полынь траву. Только побори меня цыганской уходкой. Легли они на спины. По одной ноге подняли. Зацепились. Потянули. Силен мужичок с локоток. А Ивану лапти помогает. Стал Иван перетягивать. Счастье твое, рычит мужичок. Быть бы тебе на седьмом небе. Много я закинул туда вашего брата. Ах, получай полынь траву. И бросил ему пучок. Схватил траву. Побежал вниз Иван. А мужичок с локоток. Как заревет. Как загрохочет. И язык красный стучит. То метнет, то втянет. Добежал до липки Иван. И видит. Сидит на земле страшный дед. Водит усами. Пусти, кричит Иван. Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого? И ткнул водяном в лицо полынь травой. Вспучился водяной. Лопнул. И побежал ручьем быстрым в озеро. А Иван в липку. Бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Мария. Обняла брата. Заплакала. Засмеялась. Избушку у озера бросили они. И ушли за темный лес. На чистом поле жить. Не разлучаться. И живут неразлучно до сих пор. И кличут их всегда вместе. Иван да Мария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова